Суть большинства игр с ничем в том, чтобы, например, забить его в ворота. Или попасть в корзину. Или перекинуть на сторону соперника. И только в этой игре нужно выбивать ничем соперника. Меня зовут Геннадий Войтович. В эфире вот это спорт. Сегодня смотрим доджбол. Наш проект покажет вам малоизвестные виды спорта. Мы расскажем, как они возникли, правила, как развиваются в нашей стране и во всем мире. Вот это спорт расширяет ваши границы спорта. Доджбол. Доджбол – это командная игра с мячом, в рамках которой нужно выбивать спортивным снарядом игроков команды соперника. В современном виде спортивное движение зарождается за океаном. В целом, это достаточно молодой вид спорта. Но, несмотря на это, сегодня существует сразу несколько международных руководящих органов. Один из основных – это Всемирная федерация доджбола со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, которая была создана в 2011 году. Первый же чемпионат мира в рамках данной федерации прошел через год после ее создания. В последующем главный планетарный старт начинает проводиться ежегодно. Со временем спортивное движение набирает популярность, а Всемирная федерация пополняется все новыми странами-участницами. Если изначально в состав входило только шесть стран, то сегодня их насчитывается более шестидесяти. В начале игры мячи устанавливаются в центре площадки, а команды располагаются с краю. Переходим к деталям. В классический доджбол играют командами по шесть человек. Главная задача – это попасть ничем в соперника, то есть выбить его. Побеждает тот, кто выбьет всех игроков противоположной команды или тот, у кого останется больше человек на момент окончания времени игры. Если игрок ловит мяч обеими руками, то ранее выбитый игрок с его команды возвращается на площадку. А игрок, который бросал этот мяч, выбивает из игры. После стартового свистка участникам разрешается атаковать соперников только после выхода из нейтральной зоны. Нейтральная зона помечается трехметровой линией. Впоследствии в игре эта линия роли не играет. В ходе игры, если игрок заступает за центральную либо боковую линию, он удаляется с поля. Намеренно бросать в голову запрещается. Если игроку попали в голову, то он остается на площадке. А игрок, который выполнил бросок, может получить предупреждение, если судья посчитает, что бросок был намерен. Если все шесть мячей оказываются у игроков одной команды, они должны в течение пяти секунд совершить бросок, иначе они могут получить предупреждение. Кроме шести основных игроков на площадке, также есть два игрока за площадкой, которые подают вылетающие мячи игрокам. Запрещается бить мяч ногами. Если команде делается три предупреждения, то ей зачитывается техническое поражение. В доджбол можно играть разными мячами. Рома, расскажи, пожалуйста, какие мячи могут использоваться? Да, в доджбол можно играть абсолютно разными мячами. Мы, например, играем волейбольными, но для доджбола есть специальные мячи. Чем же доджбольный мяч отличается от обычного классического мяча? Тем, что в доджбольном мяче находится пена, и он покрыт яркой резиной для того, чтобы игроки на площадке могли легко его увидеть, так же, как и зрители на трибунах. Размер он примерно 18 сантиметров. Он довольно-таки мягкий. При попадании он снижает травмоопасность. Размеры площадки примерно 18 метров в длину. Также на площадке есть центральная линия, которая разделяет площадку на две равные части. Также с двух сторон от центральной линии находятся нейтральные зоны, которые также обозначены специальными линиями. В доджболе важно не только метко бросать мяч, но и уворачиваться от летящих в себя мячей. В общем, переходим к деталям техники. Основными техническими навыками в доджболе являются метко метать мяч по сопернику, ловить мяч, ну и, конечно же, уворачиваться. Что касается самих бросков, они должны быть быстрыми, плёсткими, чтобы противник не мог словить наш мяч и не отразить нашу атаку. В основном мы целимся ниже пояса, чтобы противник менее уворачивался от мяча и не мог его словить. Также существует в основном три вида броска. Это прямой, боковой и нижний. Также распространён ложный бросок. Мы делаем ложный бросок в ноги, заставляя противника подпрыгнуть и в воздухе выбивая его, так как в воздухе он менее мобилен и скоординирован. Когда наша задача словить мяч, есть главное правило – не ловить сложные мячи. Ловить только те, в которых мы уверены на 100%. Когда мы работаем без мяча, наша основная задача – увернуться от мяча, то есть не дать противнику прицелить с нас. Для этого надо активно двигаться и не стоять на месте. Когда мы находимся в защите, нам необходимо влить как можно ближе к дальней линии, чтобы усложнить задачу противника. Но защищаться мы можем не только без мяча, но и с мячом. Таким образом мы можем отбивать мяч, который летит в нас. Тайм-аут! Тайм-аут! Ребята, давайте сюда, в прыжок. Ребята, активнее двигаемся, активнее работаем по парам. 2-2, 2-2. И по краям внимательнее. И оттягивайте их немножко на себя. Не бросайте впустую. Понятно? Готовы? Да. Давайте руки. Да! Давайте, добрый! Тактика – важный фактор успеха. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к сопернику спиной, так как вы ему очень сильно облегчаете его задачу. Также есть самая основная тактика. Это скоординированная атака. В чем она заключается? Она заключается в том, что идет определенная договоренность между игроками своей команды о том, чтобы производить несколько атак на одного и того же человека. Для ее упрощения идет нумерация противоположной команды слева направо. Когда у нас осталось очень мало игроков, меньше, чем у команды соперников, то мы больше скоординируем на то, чтобы ловить мячи, нежели чем выбивать соперников. Так как нам нужно вести дополнительных игроков в нашу команду, и для этого мы сдвигаемся больше в заднюю линию, откуда проще ловить эти мячи. Также есть тактика – тактика провокатора. В чем она заключается? Она заключается в том, что игрок нашей команды, агрессивно подходя к центральной линии, начинает как бы замахиваться, припугивать, тем самым отвлекая внимание соперников. Партнеры по команде провокатора следят за игроками соперника, которые выдвинулись на него. После того, как они произвели свою атаку, они начинают производить контратаку на них. Существует еще очень много разных тактик. Это зависит от разных факторов. От количества игроков в данный момент времени, находящихся на площадке, от агрессивности соперника и так далее. Малайзия, США, Канада и Австралия занимают первые строчки мирового рейтинга как в мужском, так и в женском доджболе. Из европейских стран в десятке лучших – только Италия. Что же касается белорусской сборной, то в международном рейтинге ее, к сожалению, пока нет. Подробнее же об отечественном доджболе прямо сейчас. В нашей стране доджбол находится в стадии зарождения. Первое зернышко было посеяно в Гомельском лицее МЧС в 2016 году. При этом идея возникла достаточно спонтанно. Просматривая интернет-страницы, я наткнулся на одну очень интересную игру. Узнав о ней более подробно, я решил провести ее у нас в Гомеле в лице МЧС. Проведя игру, я увидел, что детям она очень понравилась, потому что игра очень динамичная. И мы решили включить ее в наш учебный процесс. Насколько нам известно, в Беларуси нет федерации или иного административного органа, который бы занимался развитием доджбола. Также нет информации относительно каких-то клубов или команд. Таким образом, говорить о белорусском спортивном календаре пока рано. Хотя первые шаги в этом направлении уже делаются. Официальных турниров по доджболу на территории Беларуси пока не проводится. Команды наши в международных соревнованиях также не принимают участие. Но мы проводим у себя внутрилицейское первенство по видам спорта. И так в 2016 году мы попробовали впервые провести первенство по доджболу среди курсов. Первенство было произведено с успехом. И мы решили в дальнейшем включать данное первенство в спортивную программу проведения наших спортивных праздников. Таких как День спасателя, День работника физико-культуры и спорта. Вероятно, сегодня лицей МЧС в Гомеле это не только первопроходец доджбола в Беларуси, но и флагман этого спортивного направления. Время показало, что игра вызывает живой интерес среди учащихся. А значит, у доджбола есть хороший потенциал, чтобы стать полноправной спортивной дисциплиной в Беларуси. Мы планируем развивать данный вид спорта. И одним из этапов развития является организация проведения различных турниров. Мы планируем у себя проводить открытые турниры по доджболу с привлечением команд из других учреждений образования не только города Гомеля, но и также Гомельской области. Два основных правила доджбола это Не зевай по сторонам и бей точно в цель. Меня зовут Геннадий Вальтович. Вы смотрели вот Фейкспорт. Общайтесь с нами в социальных сетях и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин